всем привет продолжаем гулять по городам и странам сегодня хочу вам показать большой такой замок который находится недалеко от вильнюса в 30 километров это тракайский трокский и троцкий как говорится википедия замок википедии говорится же это самый большой и сохранившийся в литве старинных замков он находится в древней резиденции ликтовских князей в городе тракай 62 года в замке находится музей истории тракая но вот я хотел бы показать вам этот замок снаружи немножко внутри то что я там фотографировал так для интереса информации немножко рассказать то что я нашел википедии вот что пишет википедия что согласно легенде великий князь литовский гедемин после успешной охоты обнаружил прекрасное место недалеко от города кирнала и решил воздвигнуть на нем замок и перенести сюда столицу во второй половине 14 века здесь в старых троках уже стоял каменный замок 1337 1382 годах владел замком сын гедемина трокский князь кейстут а около 1350 года в этом замке родился витофт князь витофт трокский островной замок был закончен в 1409 году был мощным наиболее величественным во всем великом княжестве литовском одна из самых неприступных крепостей во всей восточной европе ни разу за всю историю врагам не удалось его завоевать и он стал основной резиденцией великого князя витофта после геннольдской битвы это было в 1410 году замок утратил свое военное значение ну потому что тефтонский орден был разгромлен и в общем врагов то уже было не так и много в это время замок переживал период своего расцвета роскостные приемы впервые устраивались честь иностранных послов высоких гостей но в 1430 году князь витавит умер и к концу 16 века троки то есть вот этот трокийский замок постепенно отступает на задний план в политической жизни страны уже далеко от главных торговых путей поэтому город был приведен к экономическому упадку и вскоре троки становится местом ссылки не угодно и знать и замок используется как просто как ну как просто тюрьма после войны с москвой 1660-х годах развалины заброшенного замка постепенно разрушались 1951 году были масштабные археологические исследования восстановили боковые башни то в 1955-1987 годах вот что-то здесь конечно подлатали сделали новую кладку и вот в результате он сейчас имеет тот вид по предположению реставраторов которые он имел в 15 веке конечно есть красивые внутренние покои где организованы различные выставки парадные залы дворца украшают витражи и фрески различные галереи которые соединяются комнаты говорят между спальни князя и казначейской палаты а там действительно если выставка монет их очень огромное количество так вот между спальни князя и казначейской палаты был тайный ход который вел во внутренний двор замок в то время был оборудован системой воздушного отопления что вообще это было просто супер в то время горячий воздух поднимался по трубам и согревал холодные каменные стены они бывало богатстве замка свидетельствует тот факт что то как явствует из литовских хроник даже седла в замке были золотыми вот так вот кстати несколько седел вместе с лошадями были подарены восковскому князь василий вход замок стоит 6 7 евро где-то так вот порядка говоря о внутреннем убранстве замку ну интересно посмотреть конечно это интересно я не могу сказать что просто это бомбы но тем не менее ты достаточно интересный замок красивый постарались реставраторы сделали некие витражи выставки можно посмотреть кто будет проездом вильнюс или отдыхать вильнюсе и где-то недалеко есть смысл съездить конечно таракайский замок посмотреть пофотографировать не очень понравился вид со стороны конечно воды таракайского замка очень красиво смотрится при всем том что была погода как говорится не летная и летняя зима летом то вообще на красота здесь ну вот собственно говоря посмотрите что эту нафотографировал внутри замка практически все то что там есть я все сфотографировал вот и все будете в районе вильнюса возьмите экскурсию 30 километров от вильнюса съездите посмотреть таракайский замок все всем пока всем привет до свидания пока пока всего хорошего а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok